Привет, друзья! Вспомнил историю своей режиссерской юности. Участвовал в одном фестивале, назывался он «Звезда-звезда», фестиваль патриотического кино, давно, 2003, наверное, год. С фильмом «Эхо» он где-то есть на канале, посмотрите. И выиграл. Это на самом деле такое истечение обстоятельств. Там было зрительское жюри, а если вы когда-то видели студенческие фильмы, они, как правило, такие немножечко сильно тягомотные, очень невыдержанные по темпу, медленные, все такие размышлительно-философские, такая вся херня. А у меня был такой, ну, ловко смонтированный, быстрый, там тоже не какой-то высокий уровень, но, тем не менее, хотя бы он живой был. Вот. И я даже смотрел его в зале со зрителями, и я первый раз пощутил вот это ощущение, когда ты смотришь со зрителями фильм, когда они смеются, гогочат весь зал, просто все лежат под этим. Мне было так смешно самому, хотя я не смеялся над фильмом, но просто вот эта атмосфера, когда всех гогочат, как умалюшенные, она замечательная, конечно. Вот. И я выиграл этот фестиваль, потому что, ну, в зрительской жюри, понимаете, сидело там 150 лицеистов, им, конечно, понравилось, потому что они похохотали от души, а остальные фильмы просто такие. И мне самое-самое забавное, не то, что я его выиграл, а то, что, к сожалению, я потерял этот диплом, и мне так грустно из-за этого было. Но там мне понравилось распределение призов. Оно было потрясающе. Значит, за третье место дали видеомагнитофон, за второе место дали видеокамеру, а за первое место дали сертификат от угона автомобиля. Причем это была такая штука, противоугонная на элитные автомобили, она очень дорогая была обслуживание. Вот вдумайтесь, да, фестиваль, который никто не знает, которым участвуют, ну, понятно, русские студенты, всякая такая, ну, никому неизвестные режиссеры, ну, откуда у них деньги на топовые автомобили, да. И мне так было как-то даже обидно, потому что за второе место дали видеокамеру, а мне видеокамера была нужна очень сильно, как раз снимать фильмы. А за первое место дали сертификат. Ну, серьезно, так он у меня и остался валяться. Очень я сейчас ехал и вспомнил ее. В Москве стоят замечательные погоды, хоть нас и бомбят беспилотники. Ну, как-то так. Если хотите, думаю, постримить, что ли, сегодня, а может быть, завтра, а может быть, сегодня, через пару часов, когда еду домой, пишите в комментариях. Чмок, всем пока!